Сегодня мы с вами поговорим об особенности хранения электронных документов в РОП-ЭТО. В центре внимания моего доклада находится электронный документ и возможности его хранения в долгосрочной перспективе. Практически каждая организация, современная, каждый день создают десятки, сотни, а то и тысяч электронных документов. Что неминуемо влечет за собой рост затрат на хранение электронных документов. Кроме того, каждые 5-7 лет происходит устаревание аппаратов и программных следств, носителей информации и форматов файлов. Пассивное хранение документов в данных условиях абсолютно невозможно. Существует разрыв между традиционными подходами в обеспечении сохранности документов и последовательных документов. Необходимо отметить, что драматизм образовательного интеллирования не отвечает на данный момент и не подпевает за развитием современных технологий. И не отвечает потребностям общества и экономики. В частности, отсутствуют инфицированные форматы передачи на хранение и выключения электронных документов. Если говорить о регулировании сферы электронной архивации, то необходимо отметить, что большинство гостов были переведены с английского и является представленным листом. Основополагающим базовым образом для всех решений по цифровому направлению электронных данных является открытая архивная системная модель OIS. Кроме того, необходимо отметить, что почти все госты были созданы, как приметите, в шестом, при участии компании ЭРОС. Вы, вышедшие в 2016 году, методические рекомендации по применению правил организации хранения, комплектования, учетов и использования архивного управления Натальской Федерации, также частично задавались вопросы. Наталья Александровна, в своем докладе Хранковской, уже нам поведала об обвинении законодательства об использовании электронных подписей. Необходимо отметить, что на данный момент отметились тенденции по запилотворчеству, и в центре внимания уже известно, что никто на шагуне. Мы уже прослушали с вами доклад о проекте контекции создания центра обвинения информации СТ, который сейчас на данный момент отрабатывает электронные связи Росархину и Роскопы. Кроме того, сбора выйдет законопроект номер 657361 о внесении изменений в Федеральный закон о противодействии и ликализации доходов полученных преступных путем и финансирования террористов. Здесь нам интересна часть использования и хранения электронных документов. В этом проекте, в частности, уточняется понятие резидокумента, метаданы электронного документа, конвертации электронного документа, а также рассматривание условий разнозначности исходного документа и конвертирования. Кроме того, рассматривается вопрос об электронном дупликате. При уничтожении электронных документов владельцы электронных документов правят сохранять их метод данных. Тоже самое, которое было написано в Морек-2 и назывались «Остаточными реквизитами». Наши законодательные творческие инициативы, вероятно, имеют в форме отсюда. Необходимо упомянуть, что опять пытаются прописать типовые условные требования системам СЭТ и СЭТ. Надеемся, что на этот раз это произойдет успешно. Возвращаясь к способам обеспечения сохранности электронных документов, необходимо уточнить, что обеспечение сохранности охватывает процессы операции по обеспечению технических, и влюблению технических документов в течение времени. Возможным способом решения данного вопроса относятся миграции, конвертирование различных форматов, эволюции, консервации технологий. Наиболее популярным среди причисленных решений является миграция и конвертирование различных технологий в различные форматы при сохранении свойств электронных документов. Также рекомендуется использование единого хранилища, где возможно контролировать сохранность информации при помощи фоновых процедур, расчета и сравнения контрольных суммах. Повышается надежность сохранения электронных документов за счет создания резервных копий электронных документов и плановых обновлений программно-аппаратных средств. Гаранцией сохранности также является комплекс организованных технических мероприятий. Список таких мероприятий был разработан национальным альянсом по цифровому управлению США. К ним можно и отнести создание резервных копий электронных документов различных для локации, контрольные изменения электронных документов с помощью мониторинга контрольных сумм, разрешение доступа к документам, антивирусных защитам, введение методанных сохранности электронных документов, ограничение числа поддерживаемых форматов. В планах мы перешли к вопросу о формате электронных документов. Тут необходимо выделить две большие проблемы. Во-первых, огромное число форматов. Надо стремиться к ограничению величных форматов в парламентах, принимаемых на архивное хранение. А при необходимости осуществлять нормализацию форматов при приеме. Вторая большая проблема – это устаревание форматов. Кроме как регулярного мониторинга и оценка рисков форматов, которые вы используете, ничего, к сожалению, до сих пор пока не придумали. И при высоком риске осуществлять миграцию в более устойчивом формате. Оценивая возможность использования форматов, необходимо рассматривать его устойчивость. Что же такое устойчивость? Это доступность его описания, частота используемости, то есть количество пользователей, которые пользуются этим форматом, независимость от внешней среды, отсутствие патентной и технической защиты. Все эти факторы делают формат более устойчив, а значит вы можете более долгое время, продолжительное время использовать его без особых рисков. Огромное количество информации на данное время сейчас хранится в базах данных, которые также необходимо сохранять. К сожалению, существуют специфические листья архивного хранения баз данных, как как открытие формат хранения, постоянное обновление программного обеспечения и форматы требующие, которые требуют регуляции, высокая стоимость поддержания баз данных в исходных форматах систем управления баз данных. Эта проблема также заинтересовала компанию EOS. И среди форматов, которые архивируют базы данных, мы обратили свое внимание на открытый формат SEAR. Он переводится как программное независимое архивирование и реализованных баз данных. Этот формат используется с 2008 года. Заказчиками разработки и правообладателем этот формат является национальный архив Швейцарии. Включает он в себя открытый металлический формат и свободно распространимое ПО SEAR.TUBE. Программное обеспечение SEAR.TUBE конвертирует метаданные баз данных в коллекцию XML-файлов сохранения связи, контента и метадантов. При сохранении данных осуществляется выгрузка содержимого баз данных в архивный формат SEAR, независимо от исполненного программного обеспечения, на котором баз данных была входа. При необходимости данные могут быть выгружены из формата SEAR в СУБД из предложенного списка. Аутентичность и целостность рекордных документов в формате SEAR обеспечивается за счет базирования международных стандартов, отсутствие в самом ПО механизма каких-либо изменений или удаления электронных документов и метадантов, наличие встроенного механизма подсчета и сравнение контрольной суммы. Механизм работает следующим образом. При конвертации баз данных в формат SEAR считается контрольная сумма. В стану по SEAR существует функция подсчета контрольной суммы загруженного файла и при необходимости вы можете вызвать ее. обе суммы изначально и в текущий момент, который вы вызвали, сравниваются. Если находят расхождение, значит программа сообщает вам о том, что целостность определенных данных нарушена. Кроме того, в программном обеспечении SEAR существует отключение прав пользователей, что также положительно сказывается на сохранности и будет дальше. Перед вами карта распространения формата, которую я взяла с сайта национального архива SEAR. Как вы видите, почти вся Европа много стран, более 65 используют этот формат. Проанализируя передовой опыт и всю представленную передовую информацию, компания EOS создала систему архивного хранения электронных документов. В основе сохранности электронных документов мы предполагали положить обеспечение надежной среды хранения при соблюдении следующих условий. Во-первых, контроля целостности электронных документов. Во-вторых, наличие не менее двух изолированных хранилищ для основных и рабочих документов, распространения прав пользователей системы, а также нормативно-методической поддержки решений. Мы используем контейнер передачи определенного формата при передаче электронных документов на архивное хранение. Данный контейнер подсоединяется УТЭ. Кроме того, пользователи могут использовать электронные документы через веб-приложение. Учет происходит через автоматическое формирование учетных форм. В конце своего доклада я хотела бы сформулировать ряд принципов, которые, на наш взгляд, являются принципами формирования и создания электронного архива в будущем. Во-первых, учитывать вопрос электронной сохранности на стадии проектирования системы и закладывать уже на стадии проектирования возможностей по форматам, по структуре, по составу метадантов и так далее. Хранить электронные документы в исходных форматах различных диалогах. Ориентироваться на масштабированность архива и модульную структуру, а также единое хранилище данных. Использовать механизм контрольных зум для контроля целостности данных. Раздающий доступ к пользователям системы. Управлять форматами и программно-аппаратными средствами. Использовать устойчивые форматы и проводить свою временную миграцию. А также осуществлять регулярную интеллектуальную защиту. Надеюсь, вам будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok